Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим то, что на рынке началась коррекция, почему это произошло, что мы можем ожидать дальше. Обсудим в целом ситуацию на рынке. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится и вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, коррекция, о которой мы говорили и предполагали, она началась. Конечно, пока не факт, что это будет какая-то сильная коррекция на 15-20-30%, но, тем не менее, мы видим то, что рынки сейчас перегреты и есть некоторые индикаторы, которые помогают уже за этим следить и понимать, по крайней мере, предпосылки, что это может произойти, что не может являться, безусловно, каким-то конкретным действием по принятию решения, что там вставать в шорт по индексу S&P500, но, по крайней мере, ориентиры, которые могут нам косвенно говорить о том, что это может произойти и мы к этому тоже можем готовиться. В целом, сейчас идет сезон отчетов. Вчера мы видели снижение индексов и по S&P500, и по Dow Jones, и по Nasdaq, хотя некоторые компании считались довольно-таки неплохо. Netflix после своего отчета вырос на порядка 9%, United Airlines 8,5% и, собственно, в целом, пока сезон отчетов идет хорошо, порядка 90% компаний, которые ходят в индекс S&P500, считались лучше ожиданий. Рынок это, с одной стороны, предполагал, но это дает все равно определенный позитив на продолжение сохранения восходящей динамики. Но что сейчас вызывает некоторые опасения? Это так называемый индекс страха, мы к нему уже периодически обращались в наших видео, и вот сейчас пришло время еще раз об этом поговорить, так как сейчас индекс страха находится на последних минимумах, которые мы фактически видели за последний год. Если мы посмотрим на индекс страха, то есть это у нас информация за последний год, то фактически мы видим то, что... Давайте даже посмотрим за 5 лет, чтобы было понятно и более наглядно. Собственно, здесь мы видим динамику того, что когда мы находились там в начале 2020 года, то есть индекс страха был там в районе 12, то есть не было никаких опасений с точки зрения инвестиций, но когда S&P500 пошел как раз в коррекцию, то мы вот это падение как раз и увидели. Давайте нанесем сюда S&P500. Собственно, как только эти линии фактически пересеклись, то мы увидели падение индекса S&P500 и, соответственно, рост индекса страха до рекордных уровней. Сейчас, если мы посмотрим уже чуть ближе по текущей ситуации, которая сейчас на рынке, мы видим, что индекс страха находится на локальных минимумах, то есть что говорит о том, что опасения у инвесторов, они находятся на минимальном значении. То есть, с одной стороны, индекс S&P500 на локальных максимумах, на исторических максимумах, а индекс страха на локальных минимумах. И вот, конечно, такое расхождение, оно рано или поздно приводит к коррекции. Опять же, мы не говорим там об обвале или еще о чем-то, о том, что можно предполагать, но тем не менее, то есть как раз вероятность технической коррекции, вот эта локальная перекупленность, она сформировалась, и сейчас резонно мы ее видим и на графике. Со своей стороны, то есть здесь на что важно обратить внимание, то есть опять же, если мы для себя предполагаем найти точку входа, когда рынок будет корректироваться, то есть вот сейчас как раз триггер того, что коррекция началась, мы ждем завершения данной коррекции, ну и, собственно, после этого уже принимаем решение по входу в сделку, то есть, например, открытие длинных позиций по тому же индексу S&P500 или подбор акций, которые скорректировались вместе с индексом, если вы предполагали в какие-то акции зайти и ждете для себя подходящего момента. То есть вот как раз эти моменты и нужно держать в голове в своей торговле. По рынкам, да, то есть что сейчас происходит по евро-доллару, если мы посмотрим дневной таймфрейм, то, собственно, мы видим, что коррекция у нас завершилась, ну вот завершается на локальных максимумах, то есть мы превысили, зашли в зону перекупленности по евро-доллару, в принципе, с этих уровней уже чуть более интересно заходить в шор, чем я это делал последний раз, да, на прошлой неделе, позиция закрылась по стоп-лоссу, поэтому здесь я предполагаю, что буду пробовать делать это еще раз, да, если цена будет оптимальна для входа. А, собственно, для того, чтобы это произошло, я жду закрепления ниже минимумов, которые были сформированы вчера, то есть ниже локальных минимумов, и если это произойдет, на коррекции также поставлю отложенные дыра, буду по евро-доллару заходить, то есть буду сделать еще одну попытку захода, как раз вот по данным уровням, то есть, ну, практически то, что я делал 16 апреля, но там сделка, она закрылась по стоп-лоссу, и мы увидели еще один рывок выше отметки 1.20, да, до расследования отметки 1.27. По британской валюте практически та же самая ситуация, возможно, чуть рано я продавал, но, тем не менее, то есть сигнал он был, и я его отторговывал, то есть, собственно, это и предполагает следование торговой стратегии, да, торговому плану. Но здесь, опять же, мы находимся, опять же, более интересных уровней для того, чтобы шортить. Знали ли мы, что цена там окажется? Ну, конечно, нет, то есть мы не можем это предполагать наперед, но у нас стоял стоп-лосс, и, ну, по крайней мере, у меня, и, собственно, я не потерял больше, чем мог себе позволить в этой сделке. А, собственно, здесь ситуация тоже похожа, и по британской валюте тоже. Если мы сможем закрепиться ниже минимумов, которые были соревнованы вчера, а если будет коррекция, то в данный актив я бы тоже еще раз вошел как раз уже на локальных максимумах, предполагая продолжение как раз укрепления американского доллара, ну, и, соответственно, снижение британской валюты, да, на этом фоне. По паре американский доллар, канавский доллар, здесь ситуация не очень однозначная, то есть, с одной стороны, мы не упали там до локальных минимумов, которые были, хотя общие тренды все еще сохраняются нисходящие, да, с прошлого года, а с февраля прошлого года, да, то есть, он у нас все еще идет нисходящий, но предпосылки как раз на вероятность возобновления роста, они здесь появляются, и не буду я здесь пока шортить, не буду открывать длинных позиций, пока здесь буду наблюдать, пока здесь тренд четко не сформируется, и не будут как раз понятны для меня, да, сигналы для входа, поэтому здесь пока эту валютную пару оставляю. По паре американский доллар, японская иена. Здесь, опять же, было крайне сильное падение, то есть, после того стремительного роста, который мы видели последние несколько месяцев, мы, фактически, весь апрель снижаемся, и вот те уровни, до которых мы как раз упали, они выглядят, опять же, неплохо для того, чтобы купить, да, то есть, если мы верим, да, в то, что и рассчитываем на то, что тренд восходящий продолжится, да, то есть, опять же, если мы хотим купить, то покупаем по минимальным ценам, если хотим продать, то продаем по максимальным ценам, да, то есть, это правило, оно работает. А, собственно, здесь, чтобы произошел сигнал, Опять же, он вполне вероятно может произойти сегодня, может произойти завтра, но есть предпосылки на то, что он как раз в ближайшие пару дней здесь может сформироваться. Поэтому доллар-иена – это еще одна пара, которую здесь я на покупку тоже рассмотрел в рамках того восходящего тренда, который здесь был. Опять же, с одной стороны, здесь цель – это движение вновь на локальные максимумы, но не факт, что цена туда может прийти. Возможно, мы пройдем только половину этого движения, коррекция которой была, и тогда нужно будет уже фиксировать позиции, выходить из сделки. Но это уже сопровождение позиций. Здесь первая задача – позицию войти, затем уже из нее выйти. По австралийцу, также здесь пока мы добываемся в таком боковике. В принципе, здесь не было полноценного сигнала для шартов, так как мы не ушли ниже минимум, которые были сформированы как раз в марте. Поэтому здесь пока шартить я не буду, конкретно по этой валютной паре. Но пока смотрим на продолжение как раз нисходящего тренда. Все очень похоже на формирование как раз там двойного фигуры голоплечья, то есть из классического технического анализа. Но вполне вероятно, что как раз мы продолжим вот это движение вниз после вот этой небольшой передышки, которая сейчас как раз на рынке и произошла. Ну, под передышкой я имею в виду как раз коррекцию. Новозеландец. Здесь чуть более интересно он выглядит как раз с точки зрения того, чтобы шартить. Я на него уже тоже заходил, заходил 19 апреля, то есть в понедельник. И здесь мы видели еще один рывок, да, еще один рывок вверх. Но как раз с точки зрения часового таймфрейма здесь сформируется еще один сигнал. То есть если Новозеландец сможет закрепиться ниже минимум, которые были сформированы вчера, то в Новозеландец тоже я еще раз буду перезаходить, да, вот в эту позицию. То есть я пробовал уже делать это несколько раз, да, и 7 апреля, и 19 апреля, но пока сама формация не сломлена. Пока здесь вероятность как раз нисходящего тренда, она сохраняется. Тем более мы находимся на локальных максимумах, да, в текущий момент. Поэтому здесь как раз буду рассматривать возможность перезахода в эту позицию. Буду надеяться, что рынок даст, по крайней мере будет коррекция, и мы не сразу улетим по направлению вниз. Золото. Вот золото здесь не самый однозначный инструмент сейчас. С одной стороны здесь мы видим, что общий трек, да, у нас сохраняется нисходящий, но пока нет четкого сигнала, по крайней мере для меня, для того, чтобы как раз золото шортить. С одной стороны на часовом таймфрейме мы видели попытки закрепиться как раз ниже минимальных значений, которые были вчера. Сегодня мы уже торгуемся выше максимумов, которые были сформированы как раз во вторник. Поэтому вполне вероятно, что перехай мы здесь еще сможем увидеть. Возможно дойдем до отметки 1800. Вот оттуда уже будет иметь смысл ждать еще раз возобновление как раз снижения, и тогда уже перезаходить. То есть здесь вот пока на текущий момент ситуация, которая здесь есть, она мне непонятна, поэтому я ее торговать не буду. ДАКС, ну ожидаем, то есть та коррекция, которая была у нас совершилась, то есть мы скорректировались в область поддержки. Вполне вероятно, что еще чуть ниже сможем дойти до отметки 15 тысяч. Оттуда, опять же, если будет еще чуть ниже движение, то если будет сигнал на как раз возобновление роста, то и в индекс ДАКС, в индекс S&P500 я буду заходить. То есть то же самое по S&P500, но здесь я бы ждал более глубокая коррекция, чтобы был, по крайней мере, потенциал движения. То есть движение в область там 4 тысячи. Здесь выглядит довольно-таки интересно для того, чтобы как раз в эту позицию перезайти. Ну то есть 4,50, 4 тысячи ровно. Вот с этих уровней как раз я бы уже тоже в позицию перезаходил. Нефть марки Brent тоже ожидаемо скорректировалась. Собственно, после того максимума, который был сформирован вчера, день закрылись ниже открытия. И сейчас опять перешли в фазу нисходящего движения, по крайней мере, с точки зрения часового таймфрейма. В целом по дневному таймфрейму мы тоже видим попытки начала как раз данного нисходящего тренда. Вполне вероятно, что в ближайшие пару недель до отметки 59-60 по нефти марки Brent мы здесь можем прийти. Поэтому с длинными позициями здесь нужно быть аккуратным. Поэтому, по крайней мере, если вы для себя будете искать, то лучше подбирать уже в районе 62-61. То есть чуть ближе к тем минимум, которые были как раз у нас сформированы в марте. Ну что ж, коррекция, которую мы говорили, которую мы предполагали, она началась. Вопрос, как быстро она завершится. Она может завершиться сегодня, может продлиться еще несколько торговых сессий. Но в любом случае, коррекция, которая может быть более затяжной, это дополнительная возможность для того, чтобы войти в интересные индексы, в интересные бумаги по более оптимальной цене. Ну и, собственно, эти возможности и продолжим искать. Ну а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Вопросы оставляйте в комментариях. Ну и мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим, как закрывается уже текущая торговая неделя. Всем спасибо за внимание и до свидания.